Добрый вечер Так иногда бывает, это зависит от того, насколько у вас хорошо работает канал интернета Вы можете сделать следующее Вы можете попробовать пройти по той же самой ссылке, подключиться, но через другой браузер Либо, как вариант, вы можете заморозить видео Для того, чтобы заморозить видео, нужно навести кнопку мыши Вы сейчас видите, на экране передвигается курсор Навести на изображение лектора Перед вами появляется внизу изображение видеокамеры Нажимаете на нее, вернее нажимаете, наводите И перед вами появляется надпись Заморозить мою камеру Нажимаете, и камера изображения видео остановится Но вы зато будете лучше видеть и слышать Вот пишет Евгения Труйнина, звук кусками Я бы посоветовал попробовать И пишут еще некоторые коллеги Я бы посоветовал попробовать все-таки зайти через другой браузер Либо попробовать заморозить видео Ну что ж, уважаемые коллеги Тогда мы начинаем наш с вами вебинар Я вас попрошу, если можно, те, кто к нам будет еще присоединяться Потому что люди присоединяются по-прежнему к вебинару Мы получили предельное количество заявок на этот вебинар Тоже 500 человек Но я думаю, что будет все-таки немного поменьше Потому что не все в состоянии оказывается подключиться Поэтому я вас очень прошу, тогда советуйте Помогайте, консультируйте тем, кто оказался в первый раз Кстати, скажите мне, пожалуйста, а кто из вас откуда? Какие регионы у нас с вами присутствуют Напишите в чате А мы с вами будем говорить И Кемерская, и Санкт-Петербург, и Московская область И Липецк, и Омская, и Самара, и Киров Замечательно И Иркутская, я из Иркутска только вернулся Оренбургская область я видел Кто-то у нас писал в Оренбурге Я буду на следующей неделе уже вести семинар Но мы об этом с вами поговорим Ну что ж, уважаемые коллеги Тогда мы переходим к теме нашего с вами семинара Тема у нас сегодня звучит так Современные подходы к обучению письменной речи и написанию эссе Когда мы говорим эссе Когда мы говорим о эссе Мы поговорим и о требованиях, которые предъявляются на ЕГЭ К заданию части С2 К письменному развернутому высказыванию Но прежде всего я предложил бы сосредоточиться Именно на подходах к письменной речи Когда у нас пойдет речь о ЕГЭ Я предлагаю вам задавать вопросы в чате Я буду стараться на них отвечать Если вы вопросы соберете к концу нашего вебинара Тогда будет удобнее на них ответить Но если есть какие-то вопросы, которые возникают во время вебинара Вы их можете писать в чате Я буду стараться их прочитать одним глазом И постараюсь ответить на них Итак, давайте поговорим о современных подходах к письменной речи Вообще, вы знаете, если говорить об обучении письму То для нас эта вещь относительно новая Не только для нас, но в принципе в мировой методике Давайте посмотрим на то, какие возникают проблемы у учеников в письменной речи Как правило, младших школьников интересует вопрос, как писать То есть письмо для них это прежде всего графика и орфография И в основной средней школе идет речь также о том, что можно, наверное, назвать механикой письма О грамматике и о лексике Как грамматически правильно написать предложение Как грамматически правильно написать абзац или большой текст Какие лексические единицы использовать Эти вопросы решаются на самом деле довольно просто Но как только мы приходим в старшую школу Вопросы кардинально меняются Вместо того, чтобы спрашивать, как писать Ученики уже, в общем-то, овладели и орфографией в той или иной степени Кто-то больше делает ошибок, кто-то меньше Грамматика, опять же, в той или иной степени Лексический запас есть Но дети начинают говорить, а я не знаю, чего писать Я не знаю, о чем писать и так далее Вот постараемся мы с вами найти сегодня ответы на эти вопросы И как научить писать, и как научить собирать информацию Чтобы не было вопросов, не было проблем с тем, о чем писать И на самом деле, на всем протяжении обучения Возникает еще один большой очень вопрос А зачем нам учиться писать? Очень часто от детей приходится слышать такие вещи Зачем нам учиться писать личное письмо, например? Если мы писем практически не пишем, мы можем отправить смс У нас есть электронная почта, у нас есть скайп, у нас есть прочие средства телекоммуникации Зачем нам что-то писать на бумаге? Мы не собираемся становиться писателем, нам это не нужно И такие вопросы возникают, к сожалению, довольно часто И на эти вопросы тоже ответить можно Дело в том, что одной из проблем, которую мы постоянно видим в школе Является вот что То, что дети изучают на уроках, далеко не всегда основано на их личном опыте в жизни Многие дети пока еще не осознают, что умения им пригодятся Эти в жизни взрослой Например, личное письмо, как жанр, лежит в основе таких вещей, как Письма всякие официальные, письма жалобы, письма заявления о приеме на работу и так далее А эссе лежит в основе умения аргументированно высказывать свою позицию Либо высказать свое мнение и его обосновать Либо высказать Просто привести аргументы, не обязательно свое мнение Взвесить все за и против и так далее А это уже основа для и публичных выступлений, это основа для способов убеждать окружающих и прочее То есть возникают вот такие вот моменты Давайте мы посмотрим на то, какие подходы существуют в обучении письменной речи И какие подходы помогут нам в условиях именно ваших классов наиболее полно ответить на эти вопросы учеников И помочь нам решить эти проблемы У учителей, потому что на самом деле тоже свои проблемы бывают Во-первых, самый большой вопрос, как же эффективно научить школьников создавать грамотные и оригинальные произведения письменной речи И если с грамотностью все более-менее понятно, потому что грамматику и лексику мы проверим в состоянии И научить детей правильно строить предложения можно То вопрос с оригинальностью очень большой Дети очень многие пишут как под копирку, одинаковыми фразами, одинаковыми словами Выглядит так, словно они заучили топик И когда дети оказываются в незнакомой ситуации, они теряются Здесь не проблема в детях, здесь проблема как раз в подходе, который, возможно, используется А еще один вопрос, как мотивировать учеников Постараемся и на него ответить И вот давайте посмотрим все-таки на то, как же мы можем эти проблемы решать Как я уже говорил, часть проблем и также способы решения лежат в подходах к обучению письменной речи В приемах обучения, которые мы с вами используем И в том, какие мы ставим задачи, когда начинаем обучать письменной речи Для того, чтобы понять, какие же приемы обучения, какие подходы к обучению письменной речи являются современными Нам стоит посмотреть на историческую перспективу Как вообще обучали письменной речи Откуда к нам пришло то, что мы видим в школах сейчас И что из этого действительно актуально, а что, может быть, стоит оставить в прошлом Я хотел бы подчеркнуть вот что Когда мы говорим о современных подходах, мы вовсе не обязательно имеем в виду подход, который появился несколько лет назад Дело в том, что очень многие вещи появляются гораздо раньше своего времени Они свое время опережают Например, вы знаете, что одной из современных образовательных технологий сейчас является метод проектов На самом деле методу проектов почти 100 лет Его впервые начали описывать в 1910-х годах американские разработчики Но тогда, к сожалению, вся методика обучения не способствовала тому, чтобы проекты можно было использовать И только почти 100 лет спустя, когда пришло коммуникативное обучение Когда пришел к нам деятельностный подход, метод проектов нашел свою актуальность Точно так же и со многими подходами к обучению письменной речи Ведь как учили раньше В России до 2000-х годов письменная речь фактически была золушкой методики Для чего мы с вами использовали письменную речь? Для того, чтобы записать какую-то информацию, чтобы ее не забыть Для того, чтобы просто проконтролировать Знают дети какую-то лексику или не знают То есть написать контрольную работу Для того, чтобы проверить орфографию Может быть, написать диктант И то на это времени особо не тратилось То есть у письменной речи была роль вспомогательная Только в новом стандарте в 2004 году, который появился Стали уделять значительное внимание письменной речи И стало понятно, что это не просто полноправный вид речевой деятельности Но и это такой вид речевой деятельности Который лежит в основе очень и очень многих коммуникативных умений До начала XX века Когда шла речь об обучении письменной речи Шла речь именно об обучении графики и орфографии И здесь я имею в виду не только методику обучения иностранным языкам в России Но точно так же методику обучения иностранным языкам И в англоязычных странах, в Великобритании и в США То есть считалось, что достаточно детей научить правильно писать буквы А из этих букв правильно складывать слова с большей или меньшей степенью успешности И задача учителя выполнена Ребенок умеет делать то, что ему надо А там письмо или что ему потребуется он как-нибудь сам напишет С начала XX века произошла перефокусировка обучения Стали фокусироваться на риторике Под риторикой имеется в виду не только искусство публичных выступлений Но и логическая организация абзаца и логическая организация текста То есть начали смотреть, когда же стоит выразить главную мысль Как убедить собеседника То есть, если говорить с точки зрения классификации текстов То в основном стали заниматься тем, что называется Agumentative writing в англоязычной методике Или persuasive writing И наконец-то, приблизительно в мировой методике с 1950-х годов Стали уделять внимание обучению писемным высказываниям Очень серьезное И вот примерно, когда мы говорим Когда мы говорим об обучении письменной речи Об обучении в исторической перспективе И о современных методах Большинство современных методов и подходов родом из 1950-х годов Просто потому, что именно тогда стали уделять внимание писемному общению А не просто решению какой-то отдельной, конкретной, узкой задачи И сразу отвечу на вопрос Спрашивает Алиса А как можно получить презентацию? Уважаемые коллеги, презентацию мы сегодня вечером По московскому времени, после вечернего вебинара Выложим на форуме для скачивания В теме презентации с вебинаров Если вам интересно, вы сможете скачать Мы постараемся также выложить видеозапись вебинара Либо сегодняшнего утреннего, либо вечернего В зависимости от того, какое получится наиболее удобно для восприятия Так что вы сможете вебинар посмотреть И воспользоваться им еще раз Давайте мы теперь поговорим об обучении письменной речи И посмотрим на то, как же мы пишем Давайте мы проведем маленький эксперимент Представьте, что вам дано задание Describe a typical morning of your typical working day Давайте мы сделаем так Я вам дам минутку Попробуйте, пожалуйста, прямо сейчас в чате Начать выполнять это задание Напишите одно-два предложения Хорошо? Итак, давайте попробуем Кто первый напишет? Ага, хорошо Пошли первые варианты Инна Павловна пишет I get up at 6.30 Кто еще как опишет утро? I get up at 8 o'clock Вот кому-то больше везет I get up at 6 o'clock И так далее То есть, посмотрите Ага А второе предложение Какое получится? Wash my face Пишет Ирина Александровна Кривова Eat my breakfast Usually I get up at 7 o'clock И так далее This is my typical day У кого-то начало I get up and take a shower Пишет Светлана Очень сочувствую Антону Сергеевичу Который пишет I get up at 5.45 I'd like to tell you about И так далее Ну что ж, коллеги Я не отличился оригинальностью Вот давайте мы с вами Теперь сравним Примерно так получилось Или не так Посмотрите на экран То есть, видите То, как вы написали И то, как я написал Практически одно и то же Получилось Верно? А знаете почему? Дело-то вот в чем Мы с вами сейчас Не просто Мы с вами сейчас Не просто Попытались ответить на задачу Мы ее не совсем Правильно интерпретировали Задание у нас как сформулировано Describe a typical morning А мы что начали делать? Вот это вот стандартное мышление Изобрение топиков Пишет коллега А мы с вами Даже начали Не с описания А мы начали С рассказа о событиях С перечисления То есть, совершенно другой Тип письменной речи Describe изобилует Любое description Любое описание Будет изобиловать прилагательными То есть, описание Могло бы выглядеть Примерно так I hate getting up early in the morning The sound of my alarm clock Is too shrill It's still dark outside It is still cold And I don't want to get out of bed Примерно вот так То есть, гораздо больше Будет прилагательных То есть, посмотрите Какая у нас возникает проблема У нас совершенно Не получилось с вами Сейчас, несмотря на то Что мы общаемся со всей страной И нас уже Больше двухсот человек У нас с вами Совершенно не получилось Не только создать Оригинальное произведение Письменной речи Но мы даже И задание жанра С точки зрения жанра Неправильно выполнили А в чем причина Ну вот кто-то уже Сказал, что Скучно получилось Верно Однотипно Пишет Ирина Шатрова Проблема в зазубрении топиков И так далее Верно Проблема на самом деле В подходе к обучению Письменной речи Вот давайте мы посмотрим Какие же подходы Использовались И как у нас получается Пишет Марина Кузнецова Что нет звука Ничего не получается Марина, если вы меня слышите Попробуйте зайти Через другой браузер И так Давайте мы посмотрим На проблемы Текст у нас Получился не оригинальный И вы уже ответили На этот вопрос Заданию по жанру Он не соответствует Правда же? Читателю он не интересен И вы сами написали Что получилось Довольно скучно Правда? А в чем здесь проблема? Вот давайте мы посмотрим С вами на это Итак Какие подходы К обучению Письменной речи Вообще использовались? Если мы посмотрим На начало Полномасштабного Обучения Письменной речи А это в мировой методике 1950-70-е годы То основное внимание Уделялось В форме текста То есть В основном Занимались Отработкой Лексики И грамматики И то что мы сейчас Видели Как раз Является Примером Такого подхода Подход в котором Мы с вами Учились Подход который Приводит к такому Созданию Не оригинальных И довольно скучных Текстов Как вы сами написали Подход это называется Product based approach То есть подход Ориентированный на продукт У него есть Несколько разновидностей Как у любого подхода Например Control to free approach Его часто называют Paragraph pattern Там где внимание Уделяется структуре Обзаца Grammar syntax organization То есть Основное внимание На организацию текста С точки зрения Грамматики С точки зрения Синтексиса И с точки зрения Использования Лексики Как же этот подход Работает Этот подход На самом деле Имеет не только минусы Он имеет и совершенно Очевидные плюсы Давайте мы посмотрим На это Задача Работы в рамках Этого подхода Это научить Создавать лексически И грамматически Правильные тексты Определенного формата Обратите внимание Пожалуйста Коллеги Об оригинальности Никакой здесь речи не идет Ни о каком стиле Ни о каком выражении Личной позиции Тоже речи не идет У нас есть формат У нас есть Определенный набор лексических единиц, у нас есть определенный набор грамматических правил, и вот мы здесь и используем эти моменты. Какие этапы работы? Как строится работа в рамках этого подхода? Во-первых, мы начинаем с того, что предъявляем ученикам текст-образец, и начинаем его анализировать. При этом я хотел бы подчеркнуть, как правило, в рамках этого подхода текст берется не аутентичный, а текст, который специально написан. Почему специально написан? Потому что он демонстрирует как раз вот такие вот структуры вот такую лексику. С нашим с вами примере об описании рабочего дня. Скажите, пожалуйста, вы часто вообще кому-то рассказываете про распорядок дня? Часто ли вы говорите в реальной жизни, я встаю в 6 утра, я иду в ванную, умываюсь, затем я иду завтракать, там бужу мужа и детей, если речь о женщинах идет, кормлю их завтраком, собираю, провожаю, потом еду на работу? Конечно нет. То есть посмотреть практически никогда. Действительно, от нас в жизни не требуется это, а детям мы даем вот такой образец в рамках этого подхода. Почему? Потому что этот образец удобен, там вся лексика, которую мы проходим, и там вся грамматика, но он совершенно не стыкуется с реальной жизнью. То есть уже и мотивация у ребенка пропадает, и не очень это полезно. Следующий этап после того, как мы текст проанализировали, посмотрели на то, какая лексика используется, как грамматические высказывания оформляется. То есть действительно пишет Майя Хидералиева, никому не интересно наш рассказ о нашем распорядке рабочего дня, правда? Начинается контролируемое письмо. Что такое контролируемое письмо? Фактически это три кита методики языкового подхода. Это имитация, подстановка и трансформация. То есть сначала дети текст переписывают, обращая внимание на какие-то моменты грамматические, либо выписывают какие-то его отдельные части. Затем дети переписывают, например, текст идет у нас трансформация в третьем лиценинском числе, или наоборот, дети сначала подставляют свою информацию, то есть, например, кто-то встает в 6.45, и кто-то встает в 7 утра, кто-то в 8, то есть ставит свои цифры. И только затем текст пытаются трансформировать. После этого, как я уже говорил, проконтролировали, у нас идет подстановка и трансформация текста, и только потом начинается свободное продуцирование. Но с точки зрения этого подхода свободное продуцирование как раз сводится к воспроизведению одного и того же шаблона, который мы детям уже заложили, проанализировали и отработали. Но беда в том, что, как мы только что с вами убедились, очень часто этот шаблон не имеет никакого отношения к реальной жизни. Более того, мы сами начинаем мыслить стандартно, прибегаем к этому шаблону, поскольку он является опорой, и мы его потом всю жизнь воспроизводим. Мы с вами взрослые люди и опытные учителя, а точно так же начали шаблон воспроизводить. С одной стороны, это, в общем-то, и неплохо, это удобно, потому что даже у самого слабенького ребенка, у самого слабого ученика, есть некая опора, и он хоть что-нибудь да скажет. Но беда в том, что действительно бывают ситуации, когда иногда лучше молчать, чем говорить, и не стоит утомлять собеседника, правда же? И когда мы оцениваем такую работу, то на что мы обращаем внимание прежде всего? Насколько текст правильный, грамматический, лексический, и насколько форма соблюдается, то есть, опять же, насколько ребенок от шаблона не отошел. И получается так, что ребенок становится беспомощным, беспомощным с точки зрения, когда он попадает в незнакомую коммуникативную ситуацию. Нам Ольга задает вопрос. Have you ever wondered why thousands of people begin their day? Почему люди начинают день? Ну, думаю, проснулись и приходится начинать. Правда же? Ну что ж, какие же плюсы и минусы этого подхода? Как я говорил, есть не только минусы, но и плюсы. Сначала посмотрим на минусы. Первое. Тексты всегда стандартизированы, и они всегда не оригинальны, как мы с вами только что убедились. То есть, упор при этом подходе идет на репродуктивную работу, на воспроизводство раз и навсегда заученных моделей. Ни в коем случае не на работу продуктивную. Совершенно не учитывается коммуникативная ситуация. Какая бы ситуация ни была, мы с вами начинаем одними и теми же фразами одинаково совершенно писать. И как мы с вами увидели, задача коммуникативная у нас какая была в эксперименте в нашем? Описать начало вашего рабочего дня, а мы что сделали? Мы вместо того, чтобы описать, мы перечислили элемент какого-то процесса, что, собственно, не является, в общем-то, описанием. И не учитывается адресат. Мы абсолютно одними и теми же словами и абсолютно одними и теми же предложениями в рамках этого подхода будем писать, например, если с точки зрения ребенка и бабушки, и учительницы, и своему другу по переписке сверстнику. И не учитывается умение учащихся. Ведь у учеников на родном языке они приобрели уже многие умения. Кто-то умеет творчески писать, а здесь места для творчества нет совершенно. Кто-то умеет выразить свою мысль четко, ясно и емко. А здесь опять он не может, он только воспроизводит структуры. То есть вот такая вот проблема. Но, как пишет Виктория Евсеева, я совершенно согласен, зато дети вспоминают хоть какие-то слова и ищут шаблон на определенную тему. А вот здесь мы как раз ведем сейчас с вами речь о плюсах. Во-первых, в рамках такого подхода письменная работа очень легко проверять и оценивать. Правда? Это удобно. Грамматические ошибки нашли, сразу минусы. Нет ошибок, ставим плюс. Лексика правильная? Отлично. Неправильная? Опять минусы. Легко посчитать. Соответствует шаблону? Хорошо. Не соответствует? Плохо. То есть здесь все это понятно. И очень удобно так работать в условиях большого класса. Потому что хотя бы дети напишут одинаковые вещи, и не надо на каждому ребенку уделять много внимания. Правда? Это, как вы сами написали уже многие, такой подход дает основу для письменной речи в определенном ряде жизненных ситуаций. Но этот ряд очень узкий, добавим сразу. Потому что каждую ситуацию предусмотреть невозможно все равно в школе, и невозможно научить ребенка всему за то количество часов, которое у нас есть. Этот подход позволяет научить детей анализировать тексты с точки зрения языка. Какая грамматика, какая лексика, как употребляется, что можно сказать. То есть, как пишет Любовь Никулина, по шаблону дети всегда работают успешно. Всегда ли дети смогут выразить свои мысли и по-русски? Нет, не всегда. И на самом деле, вы знаете, есть ряд исследований, которые показывают, что успехи в одном языке стимулируют успехи в другом. То есть, чем лучше ребенок говорит на одном языке, тем лучше он будет говорить на другом. Поэтому, если такая ситуация, что, например, учитель русского языка мыслит и работает шаблонно, а учитель английского языка помогает детям развивать мышление, то дети и по-русски будут говорить лучше. И наоборот, если у детей успехи в изучении русского языка в российской школе, то они и по-английски будут немного лучше говорить, чем по-другому. Вот у нас многие коллеги говорят, задают вопросы уже, и это интересное обсуждение. Вероятно, в начальном этапе такой подход оправдан, самый лучший экспромт хорошо подготовленный и вначале никак без шаблона. Но попадаются в последнее время дети с огромными трудностями в родном языке, куда им замудренность иностранного. А вот давайте посмотрим, может быть, существуют другие подходы, которые как раз позволяют нам уйти от жестких шаблонов и в то же время обучать успешно. Есть еще подход один. Подход, по-русски говоря, можно назвать жанровый подход, по-английски его называют и genre-based, и genre-informed, и так далее. То есть множество разных вариантов названия, в названии каждого из них есть слово жанр. И этот подход активно разрабатывается с конца 80-х годов. Но на самом деле первые статьи появились в конце 80-х годов, а самые активные, первые хорошие пособия в рамках этого подхода и теоретические, методические книги появились в начале 1990-х. То есть подход относительно недавний. И здесь говорится вот о чем. Здесь смотрят на жанр текста как на социальный продукт. Что такое социальный продукт? Мы ведь любой текст создаем для кого-то, правда, с определенной целью. У нас может быть цель убедить, у нас может быть цель проинформировать. Например, сообщаю вам о том, что. Даем справку, подтверждаем что-то. Пытаемся переубедить человека. То есть у нас разные цели есть. То есть ученики начинают видеть зависимость от конечной формы текста, вернее, конечной формы текста от его широкого контекста. То есть от адресата текста, кому мы пишем. И как я уже говорил в нашем примере, например, если ребенок будет описывать, как он провел выходные, сверстник он напишет одно, а своей бабушке совсем другое. И здесь могут быть отличия и по содержанию, и по структуре текста. Правда? Это цели и задачи высказывания дети видят. По этапам работы этот подход очень похож на подход, основанный на продукте. Но есть определенные различия. Давайте мы как раз посмотрим на эти вещи. Какие же здесь этапы работы? Самый первый этап работы – это анализ примера текста образца. Но вместо того, чтобы анализировать текст, который специально написан с учебными целями, мы анализируем аутентичный пример конкретного жанра. Зачем нам это надо? Затем, что во время анализа мы обращаем внимание на совершенно определенные моменты. Я покажу вам на следующем слайде опорные вопросы для такого анализа. То есть мы анализируем законы конкретного жанра. Не единого текста шаблона, а именно с точки зрения жанра, который включает в себя целый ряд текстов. Затем мы даем упражнения детям на отработку необходимых языковых форм с учетом и адресата, и цели текста. Как это может выглядеть? Предположим, мы обучаем детей писать личные письма. Мы им даем пример личного письма, проанализировали его, для кого письмо, кем написано, с какой целью и так далее. А затем у нас идет отработка на языковых форм. Ну, представьте, вы получили письмо, делим класс на несколько микрогрупп, получили дети письмо от зарубежного сверстника. Сверстник пишет, сейчас начался Новый год, как раз январь, я слышал, что в России новогодние праздники празднуют очень интересно, я бы хотел приехать и посмотреть, но меня беспокоит, какая будет погода, напиши мне, пожалуйста, какую мне с собой одежду взять и к чему мне приготовиться. И просим детей написать ответное письмо. Но одной группе мы говорим, что письмо получено из Канады, а там климат примерно одинаковый с России, а другой группе мы говорим, что письмо получено из Африки. И, естественно, дети будут совершенно разные письма в ответ писать, то есть лексика будет примерно та же, но будет совершенно разное содержание, хотя в одной и той же структуре. Потому что понятно, что другу из Африки придется объяснять, что такое зима и что такое настоящий мороз, а Канад с этого особо объяснять не надо, он и так поймет. То есть разная степень детализации при примерной структуре и так далее. Как пишут коллеги, при проблемном погружении дети быстро реагируют, я пробовала. Действительно, здесь и по погружению в языковую среду у нас существует и так далее. Пишет Светлана Анатольевна, личное письмо тоже пишется по шаблону вступления, окончание половины письма шаблон. Коллеги, конечно, шаблон, но наполнение самого письма, содержание может отличаться очень значительно в рамках этого шаблона, если дети понимают цель этого письма и они представляют конкретного адресата. После того, как мы отработали необходимые языковые формы, например, степень формальности языка, как мы союзы какие-то дополнительные используем и так далее, дети переходят к свободному написанию короткого текста в нужном жанре. И они обращают внимание на то, чтобы текст согласовался с законами конкретного жанра. Про ЕГЭ мы сейчас поговорим. Пишет Татьяна Вовненко. Я прошу прощения, если у его ударения неправильной фамилии поставлю. Я с вами не согласна, если ученик сидит в обыкновенном классе, а должен обучаться коррекционным программам, что тогда делать? Но, коллеги, я, пожалуй, не буду комментировать вопрос коррекционных программ, они выходят за рамки нашего сегодняшнего вебинара. Мы можем отдельный вебинар провести на эту тему, как действовать. А в русском, кругом шаблоны и в русском языке по структуре и так далее. Коллеги, определенные шаблоны всегда есть, хотя бы потому, что у нас есть стандартный набор и фраз. Но давайте мы с вами посмотрим, как в рамках шаблона научиться создавать не только оригинальные произведения, и письменные речи, и устные в том числе, но как научиться создавать такое произведение, которое поможет решить поставленную перед нами задачу. Этой задачей может быть и успешная сдача ЕГЭ, этой задачей может быть получение работы и так далее. Плюсы и минусы жанрового подхода. Давайте мы на них посмотрим. Ну, начнем, пожалуй, с минусов. Минусы следующие. Прежде всего, жанр относится к тому, что в математике, например, называется нечетким множеством. То есть, дело в том, что нет и не существует чистого образца жанра. В чем это проявляется? Как выяснили лингвисты-когнитологи, для того, чтобы нам сказать, что текст относится к определенному жанру, нам надо, чтобы в тексте имелось некое количество черт этого жанра. Причем, у нас нет раз и навсегда утвержденного списка, что вот как только вот эти черты есть, значит, текст относится к тому жанру. В чем это проявляется? Например, скажите мне, пожалуйста, стихотворение, чем характеризуется как жанр? Поэзия вообще, как жанр характеризуется, чем? Должна ли быть там обязательно? Вот сразу пишет Марина, пишет и Светлана Сергеевна, рифма и так далее. Хорошо. С одной стороны, да. А с другой стороны, если мы с вами возьмем большинство современных английских, англоязычных стихотворений, причем мы можем брать и англоязычную поэзию, и мы можем брать, например, современную, а можем взять, скажем, поэзию старинную, взять ту же самую поэму Беовульф. Там рифмы как раз нет, там аллитерационный стих. То есть что у нас получается? Оказывается, поэзия характеризуется не только рифмой, но и ритмом стихотворения. И аллитерации может быть вполне достаточно. Просто потому, что это стихотворение не рифмованное, но ритмичное. И наше ухо воспринимает ритм тоже как поэзию. А помните примеры из русского языка? У Тургенева в 19 веке были стихотворения в прозе. Вот знаменитое стихотворение «Воробей», стихотворение «Русский язык» и так далее. Ведь действительно очень поэтические произведения, хотя они совершенно прозаические, правда? Более того, если мы с вами посмотрим на «Мертвые души» Гоголя, то что это за произведение по жанру? Ведь это не роман, правда? Хотя абсолютно в прозе написано. А это поэма. Хотя, казалось бы, в поэме должна присутствовать рифма. Но действительно текст воспринимается как поэтический. За счет чего? За счет того, что есть определенный ритм, за счет того, что используется большое количество прилагательных и так далее. То есть, посмотрите, мы относим некий текст к жанру поэзии за счет того, что набрали определенное количество признаков. А Евгений Онегин, это что по жанру? Ну, кто вспомнит Евгения Онегина? Роман, правильно, но он в стихах. Рифма есть, но это совершенно не стихотворение, правда? Вернее, это совершенно не поэма, это именно роман, потому что, опять же, там гораздо больше черт жанра типичного романа. Там есть герои, завязка, кульминация, развязка, любовный треугольник типичный и абсолютно типичные традиционные темы для романа начала XIX века. А величие Пучкина в том, что он как раз и показал довольно узнаваемых, легко персонажей, типичных для того времени. То есть, давайте с вами договоримся о том, что жанр все-таки, что не может быть чистого образца жанра, потому что и «Война и мир» роман, и Евгений Онегин роман, совершенно разные произведения, правда? И стихотворение «Зимнее утро» Пушкина, это стихотворение, и Тургенева «Воробей», опять же, стихотворение, хотя и в прозе, правда? Жанр, жанровый подход не дает возможности детям научить создавать тексты неизученных жанров, и это тоже большой минус. Если дети научили писать, например, официальное письмо о приеме на работу, то письмо с жалобой, letter of complaint, они на тех же условиях не напишут, просто потому что это жанр другой, там совершенно другие законы. То есть, опять мы сталкиваемся с той же проблемой, что мы изучали конкретно в классе, то мы и сможем воспроизвести. И еще одна проблема. Аутентичные тексты, они поначалу вызывают оживление, но очень часто они не всегда интересны ученикам. Более того, бывает так, что аутентичный текст детям как раз и не интересен, хотя бы потому, что большой объем лексики незнакомой, большой объем сложных грамматических предложений, его труднее понять, чем текст упрощенный, специально написанный, и интерес у детей падает. Но, с другой стороны, есть и положительные стороны у жанрового подхода. Во-первых, детям дается пример текста. И те дети, которым нужно иметь пример перед глазами, они его имеют, и они его будут анализировать и воспроизводить. В рамках жанрового подхода дети получают возможность гибко откликаться на контекст. Поменялся адресат, они в рамках того же жанра, но напишут другое произведение, то есть оно будет гораздо больше и большей степени оригинальности иметь. Другая задача, например, не просто написать письмо описания, но письмо с убеждением. Убедить человека приехать летом, а не зимой. Тоже можно это сделать, все равно это будет по жанру письмо. Правда же? И на цель откликаться. Мы сейчас говорим в рамках этого подхода уже не только о форме текста, вот формат такого надо написать, но и еще и о функции. То есть мы говорим не только о том, как писать, но мы говорим, зачем и для чего писать. И, наконец, анализ позволяет выявить общие особенности, которые существуют у разных жанров. То есть даже если жанр совсем ребенку незнакомый, все равно можно немножко проанализировать и понять, что, наверное, вот такой пример текста будет более успешен, чем пример другой. Правда же? Вот как пишет Ирина написанная Ивнова, надо учить лексику и учить связкам конкретно по жанрам. Как пишет коллега, только по фамилии написанной Мясниковой, обычной школе надо просто натаскивать к ЕГЭ, читать любой текст в любом жанре. Вы знаете, проблема вот в чем с любым жанром. Мы просто не успеем детям дать любой текст и в любом жанре за то количество часов, которые у нас есть. У детей ни разу-то фантазия. Пока сами не подскажем, не дойдем на мысль, они не поймут ничего, пишет Виктория Евсеева. Согласен. Вот здесь очень большая проблема. Давайте-ка мы как раз посмотрим на то, какой же подход позволяет эту проблему решать. Но сначала чуть-чуть посмотрим на опорные вопросы, которые предлагают исследователи и сторонники жанрового подхода, зарубежные, для анализа жанра в рамках жанрового подхода. То есть посмотрите, пожалуйста, на что они смотрят. What is your genre and does it affect what content you can or should include? Objective information, research source material, your own opinions, personal experience. То есть жанр требует разных источников информации определенной жанры. Does your genre call for any specific strategies? Profiles, for example, usually include some narration. Lab reports often explain a process. То есть разный тип текста получается. Does your genre require a certain organization? Most proposals, for instance, first identify a problem and then offer a solution. Some genres leave room for choice. Business letters delivering good news might be organized differently than those making sales pitches. Does your genre affect your tone? То есть мы смотрим на тон, мы смотрим на степень формальности, мы смотрим на такой вопрос, как do you have a choice of medium? То есть кому-то нужно печатное обязательно, кому-то электронного письма достаточно и так далее. И, наконец, design requirements, то есть формат текста определенный. И вот эти вопросы, конечно, неплохие. Но, опять же, а хватит ли у нас времени, особенно в условиях большого класса? Правда? И это тоже большая проблема остается. Вот пишет Инна Викторовна Гончарова, главное, чтобы ученику было что сказать, порассуждать на предложенную тему. Нереально проводить каждый медпредметный урок, пишет Юля Алексеевна и так далее. Давайте посмотрим на то, как же мы можем помочь детям порассуждать на предложенную тему, собрать информацию и прочее. Вот здесь нам может помочь подход, ориентированный на процесс. Я вам честно скажу, подход, ориентированный на процесс, появился раньше, чем жанровый подход. Он появился где-то в конце 1970-х годов. Тем не менее, подход оказался очень любопытным, и он как раз и позволяет ответить на очень многие вопросы, которые вы задавали. Я сразу хотел бы подчеркнуть, вот здесь есть вопрос. Не хватает нам еще детей литературе обучать. Коллеги, когда мы говорим о литературе, вернее, о жанрах, мы не имеем в виду обязательно художественную литературу. Личное письмо — это жанр текста, деловое письмо — это другой жанр текста, письмо, жалоба — это третий жанр текста, эссе — это четвертый жанр текста. То есть мы не говорим о литературе, обучение литературе не входит в круг наших задач. На примерах литературы мы можем, конечно, язык также рассматривать, но когда мы говорим о разных жанрах, мы опять же имеем в виду разные жанры совершенно типов текста, которые мы используем в реальной жизни. То есть здесь нас никто не ограничивает, нас никто не заставляет анализировать художественные произведения. Хотя у нас в программу входит немножко примеры художественной литературы. Итак, вернемся к подходу ориентированному процессу. И этот подход разрабатывается с середины 1970-х годов, как я уже сказал, и основное внимание уделяется здесь не форме, а умениям письменной речи. То есть подход старается имитировать естественный процесс того, как мы сами с вами на родном языке создаем любое произведение письменной речи. То есть фактически мы смотрим на коммуникативную сторону письменной речи. Как сформулировали некоторые исследователи, мы говорим, что у нас происходит следующее в классе. Learning how to write by writing. Вот этот подход как раз позволяет развивать информационную компетенцию учащихся, научить их собирать информацию, научить их выбирать информацию нужную и правильно включать ее в текст. Этот подход позволяет ученикам создавать оригинальные произведения письменной речи. То есть работать не по шаблону, а именно создавать то, что было бы полезно. Как же этот подход работает? Подход работает следующим образом. Первый этап работы. Мы знакомимся с коммуникативной задачей и собираем информацию. То есть говорим, посмотрите на тему эссе, поскольку мы с вами об эссе через несколько минут будем говорить. Посмотрите на тему эссе. Какой тип должен быть, о чем здесь нам надо рассказать. И начинаем информацию собирать. Как ее собирать? Как угодно. Некоторые приемы есть, я вам сейчас покажу их. После того, как мы информацию собрали, мы ее можем собирать из разных источников. Можем предлагать свои идеи, устраивать брейнстом. Можем попросить детей прочитать какой-то текст и выбрать из него нужную информацию. Можем провести мини-проект, если у нас на это есть время, как правило, на это время не хватает. Можем текст послушать и взять информацию из него и так далее. Но как только мы информацию собрали, мы ее начинаем организовывать. Организация происходит в два этапа. Прежде всего, у нас идет информация графическая, вернее, в двух планах, и идет информация, организация информации логическая. Что это такое? Логически мы определяем некий порядок идей, что с чем связано, что к чему относится, а что не относится к нашей теме. А графическое мы пытаемся информацию графически расположить, соединить таким образом, чтобы эти логические связи были понятны. И мы отбираем информацию нужную. То есть мы начинаем идею фокусировать. Все, что нам не подойдет для нашего эссе, либо для нашего другого текста письменного, который в итоге получится, мы безжалостно вычеркиваем. Просто потому, что времени у нас не хватает. После этого, и возможность все включить объем не позволит, после этого дети начинают писать первый вариант текста. Обратите внимание, пожалуйста, коллеги, мы пока никаких ни образцов, ни примеров, ничего не давали. То есть мы проанализировали задачу, мы собрали информацию, мы выбросили лишнее, выбрали то, о чем мы будем, собственно, писать, и дети сами пишут первый вариант текста. После того, когда они его написали, начинается этап обсуждения, либо корректировки текста. При этом, может быть, таким образом, дети вам сдали работу, вы их сами проверили, либо мы можем устроить перекоррекшн, то есть когда обменяетесь тетрадками, посмотреть, какие вы ошибки друг у друга найдете, и затем уже по этим ошибкам поработать. И после того, как дети поработали, произошла корректировка, дети исправляют ошибку и создают новый вариант. Эти этапы корректировки и создания нового варианта могут повторяться столько раз, сколько нужно. Кто-то сразу начисто напишет хороший итоговый вариант, кому-то снова придется ошибки поправить. Здесь как раз этап процесса нелинейная. То есть, как я уже говорил, к этим этапам учащиеся могут возвращаться столько раз, сколько потребуется. Вот здесь требуется, конечно, гораздо больше времени, и этот подход тоже не идеален. Давайте посмотрим на его плюсы и минусы. Какие в нем плюсы? Прежде всего, этот подход отражает естественный процесс создания любого текста. Ну, представьте, вы садитесь написать письмо родственникам, просто поделиться какой-то информацией о том, что у вас дома происходило. Вы решаете, вот об этом я расскажу, а это им будет неинтересно. То есть, вы собрали информацию, потом говорите, хорошо, я сначала расскажу про это, а в конце уже расскажу вот про что. То есть, вы ее организовали логически, и затем вы начинаете писать письмо. Если, не дай бог, сделали какую-то описку, вы сами себя поправили. Или начали рассказывать, вы вполне можете перейти к другой теме, сказать, ну ладно, вот это тебе вряд ли будет особо интересно, дай-ка я тебе расскажу вот об этом. В рамках такого подхода тексты будут оригинальными. За счет того, что у каждого ученика получается свой текст. Ребенок не связан с шаблонами. Это одновременно и сильная сторона, и слабая этого подхода. То есть, ребенок сможет на любую тему написать, и в любой ситуации, просто потому, что он умеет собрать информацию и организовать, и можно использовать, собственно, уже имеющиеся у детей умения. Но, как я уже говорил, такой подход не дает достаточных возможностей лингвистического анализа, просто потому, что мы никакие тексты не анализируем. Соответственно, мало внимания в форме, грамотность будет гораздо ниже, чем, например, у подхода, основанного на продукте. И этот подход требует гораздо больше времени. Одно дело, дети проанализировали образец по шаблону, написали. Другое дело, надо и обсудить, и корректуру какую-то внести, и потом еще раз у детей взять работу и проверить. Хотя есть ряд исследований, которые показывают, что советы детям потом, как правило, писать тексты, гораздо важнее получить в процессе написания, чем в конце потом сказать, тут у вас успешно, тут неуспешно. И, конечно, алгоритм... Дело в том, что дети заучивают в рамках этого подхода один и тот же алгоритм. Потом сели, подумали, собрали информацию, сделали первый набросок, потом поправили, сделали чистовой вариант. Но дело в том, что алгоритм-то в жизни может меняться. Когда мы пишем открытку, мы никаких особых набросков не делаем. Когда пишем эссе, мы вполне можем написать и вовсе даже не один черновик, причем уже взрослые дети. Давайте мы посмотрим на то, как же можно этот подход исправить. А исправить можно в следующем. Эти изменения предлагает ряд исследователей. Я об этом писал еще в своей диссертации в 2001 году. Мы когда договорим до конца вебинар, если вам будет интересно, я готов вообще весь текст диссертации вместе с практическими примерами и так далее выложить для свободного скачивания на форуме. Все равно она уже много лет, за прошедшие с тех пор года, она в интернете продается кем угодно в электронной версии, поэтому я ее вполне готов бесплатно предоставить. Тем не менее, давайте посмотрим на то, как же можно этот подход усовершенствовать. Во-первых, мы не просто знакомимся с коммуникативной задачей и собираем информацию, но мы обращаем внимание на контекст. Какой формат требуется, для кого мы пишем, с какой целью. А цели у эссе совершенно разные. Например, opinion essay — это выразить свое мнение личное и доказать, что оно правильное. А for and against essay — это очень отстраненно, спокойно сравнить точки зрения за и против. Затем идет организация собранной информации, графическая и логическая, отбор нужной, фокусировка идей. После этого мы пишем первый вариант текста. Но вот теперь включается анализ. Мы предъявляем детям для анализа аутентичный пример текста нужного жанра. Но зачем мы его предъявляем? Не для того, чтобы мы сказали, вот теперь забудьте все, что вы написали, а напишите по примеру того, что мы вам даем. А для того, чтобы дети выявили достоинства и недостатки, и примеры, которые мы им дали, и по сравнению с ним собственная работа. Потому что не факт, что собственная работа будет хуже аутентичного примера. В чем-то она может быть и вполне лучше. Потом идет обсуждение, корректировка, и затем создание или нового варианта, или итогового. Давайте теперь посмотрим на то, как же на практике можно к таким подходам, такие подходы использовать. Вот сейчас мы переходим как раз, будем говорить на примерах об учении написанию эссе, в том числе и с точки зрения подготовки к итоговой аттестации, то есть научения, как научить детей написать ЕГЭ, подготовиться к ЕГЭ. Во-первых, давайте поговорим об эссе, что оно из себя представляет. Прежде всего, эссе — это не просто сочинение. На русском языке очень часто говорят, дети напишите сочинение на столько-то страниц, и оценят по принципу, чем больше, тем лучше. Структуры могут быть совершенно разные, потому что русское сочинение и английское эссе обладают немножко разной риторической организацией. Поэтому, если дети будут писать по-английски по тому же принципу, как они пишут сочинение по русскому языку, то они эффекта не добьются. Это разные типы текстов. Composition и эссе — это не одно и то же. Итак, возвращаясь к этой теме, эссе обладает определенной структурой, то есть у него есть обязательно введение, затем идет основная часть, которая содержит аргументы, проясняет мнение и так далее, и затем идет заключение. Как правило, основная часть и заключение вместе взятые составляют примерно одну треть от общего текста эссе. В рамках ЕГЭ требования помягче. Экспертам говорят о том, что заключение и введение не должно составлять больше половины текста. То есть эти требования действительно мягче. У эссе есть определенные цели, как я говорил, убедить, выразить свое мнение, проанализировать что-то. И есть определенные типы эссе. Мы не будем сегодня говорить много про типологию, хотя бы потому, что в ЕГЭ у нас, как правило, два типа эссе используются. Foreign Against Essay и Opinion Essay. Причем в последние годы в основном детям дают Opinion Essay. Но, тем не менее, на реальном экзамене вполне возможно, что эти темы будут чередовать форматы, в зависимости от, в том числе, и варианта задания, который придет в конкретный регион. Как можно определить эссе? Одно из определений, которое дается в словаре, например, методических терминов, эссе – это письменная работа значительной длины. В особенности такая, которая написана студентом, как часть курса обучения, или писателем, пишущим для публикации, которая выражает точку зрения автора на какую-либо тему. Эссе часто организовано в соответствии с рядом узнаваемых риторических форм, то есть у нас есть некий шаблон, и обычно содержит следующие разделы – введение. Введение представляет тему и содержит утверждение тезиса. Аргументационная часть, которая представляет собой серию абзацев, каждая из которых содержит тематическое предложение. Когда мы говорим о серии абзацев, следует помнить, что для ЕГЭ требуется эссе из пяти абзацев. И на самом деле, вот такой формат эссе – five paragraph essay – это самый классический формат, который используется и в международных тестах, и в зарубежных университетах. Абзацы в аргументационной части эссе поддерживают и развивают утверждение тезиса. И, наконец, заключение. Оно суммирует сказанное и часто предлагает либо решение, либо прогноз. Это цитата из Longhand Diction of Language Teaching and Unplied Linguistics, которая вышла в 1992 году. В ЕГЭ задание не называется эссе. Оно называется, если судить по спецификации, письменное высказание с элементами рассуждения по предложенной проблеме. Сейчас о чем идет речь? Про экзамен для четвертого класса. Ну, коллеги, чтобы про него сказать очень четко, вот спрашивает Иванова Марина, а хоть одна иллюстрация должна быть? Марина, подождите, пожалуйста, иллюстрации сейчас будут. Мы поговорили про подходы, сейчас будем говорить уже о конкретных примерах. Экзамен в четвертом классе. Итоговая аттестация в четвертом классе утверждена в стандарте начального образования, но это аттестация внутренняя, то есть это внутренний экзамен, школа сама разрабатывает, никто его снаружи присылать не будет. Иллюстрации в эссе вы имеете в виду? Пишет Марина. Марина, если вы имеете в виду иллюстрации примеров каких-то, то да, аргумент может быть выражен самых разных типов. Он может приводиться в виде статистики, он может приводиться в виде каких-то данных, в виде цитаты кого-то известного, в виде описания какого-то конкретного случая. То есть действительно, правильно подтверждает коллега, Вербицкая говорила об этом на конференции МакМил, не эссе, а письменное высказанное с элементами рассуждения. Верно. Но если вы посмотрите на формат задания в ЕГЭ, оно фактически очень-очень близко к тому, что называется в методике эссей. Поэтому, когда мы называем в быту это эссе, то в принципе это подходит. Вот у нас пример из демо-версии ЕГЭ. Давайте мы его проанализируем. Comment on the following statement. Some people think that extreme spots helped build character. What is your opinion? Do I agree with this statement? То есть по жирному шрифту мы уже видим, что нам надо написать определенный тип высказывания. Это opinion essay. Правда? Мы выражаем собственное мнение. Нам задается объем 200-250 слов. Сразу хочу сказать для тех, кто не очень знаком с тем, как объем считается. Можно ли объем превысить? Можно, но не больше, чем на 10%. То есть если ученики напишут примерно 275 слов, то этот объем будет принят. Если напишут больше 275 слов, то эксперт, который оценивает работу, отсчитает 250 слов, проведет под ними черту и будет оценивать только то, что находится выше этой черты, то есть только то, что вписалось в объем. Могут ли дети написать меньше? Могут. Тот же самый принцип. Вот 10%, если написали меньше, то работа еще будет оцениваться. Если написали меньше, чем 200 слов минус 10% от них, то есть меньше 180 слов работ, оцениваться не будет. Ставится ноль, поскольку задача не достигнута. И здесь же в задании нам дается план. Вот если мы посмотрим на типологию эссе, на структуру, то как раз план абсолютно соответствует структуре эссе. Первое. Make an introduction. Stay the problem. То есть четко дается описание. Это один абзац. Express your personal opinion and give two or three reasons for your opinion. Второй абзац. Express an opposing opinion and give one or two reasons for this opposing opinion. Это третий абзац. Explain why you don't agree with the opposing opinion. Это четвертый абзац. И, наконец, make a conclusion, restate in your position. Если мы посмотрим на определение, которое дает словарь, которое мы видели на предыдущем слайде, то структура эссе и структура того, что у нас требуется в ЕГЭ, совпадает. Можно его называть письменным, развернутым высказанием с элементами рассуждения. Оно им и является. Можно избегать употребления слова эссе, но, тем не менее, формат очень близок. Верно пишут, меньше 180 слов не проверяют. То есть это абсолютный минимум. Были случаи, что что-то более требуемого объема, то вообще не проверяется. В результате заработал 0 баллов. Это уже нарушение требований. То есть, если больше, обязаны все равно проверить, но не больше, чем 250 слов. Про это мы поговорим. Про презентацию выложим на форум обязательно. Принципиально, если мнение в первом абзаце, а не во втором, в successful writing в первом будет, за это снижаться балл. Коллеги, ситуация вот какая. Дело в том, что эксперты оценивают эссе вполне по шаблону. Поскольку у нас задание дается план, то есть плану надо следовать. Я бы все-таки вам советовал ваших учеников ориентировать на то, чтобы точно следовать плану, который дается в задании. То есть, на самом деле, здесь иначе может возникнуть такая ситуация. Дети получат хорошую оценку за достижение коммуникативной цели, но за организацию они получат оценку гораздо ниже, чем могли бы получиться. Пойдемте дальше. Как же мы можем обучать написанию эссе? Давайте мы посмотрим вот на что. Я советую обучать написанию эссе в рамках подхода, ориентированного на процесс, но с учетом особенностей эссе как жанра. То есть, еще раз посмотрим на этапы работы. Чему мы учим детей? Анализировать коммуникативную задачу и собирать информацию с учетом контекста. Организовывать собранную информацию и выбирать нужную. Следующий этап будет написание первого варианта текста. И сейчас будем смотреть на примеры, как это делается. После этого мы анализируем аутентичный пример текста нужного жанра. Но не для того, чтобы все переписать и сделать как в образце, еще раз подчеркну, а для того, чтобы найти новые идеи, посмотреть на достоинства и недостатки, и на какие-то жанровые особенности, в том числе. То есть, сказать, вот посмотрите, дети, вот так вот эссе надо писать, а вот так вот писать не надо. Вот здесь нам может это опорой стать. Затем мы текст корректируем и создаем итоговый вариант. Каким образом это делается? Сразу пошел вопрос, как оценятся грамматические ошибки и как подсчитываются слова. Коллеги, при оцене эссе считается каждое слово. Артикль, предлог, это все отдельные слова. Про числительные. Если числительные написаны словами, они считаются как отдельные слова. Если, например, 20, one hundred and two, получается one hundred and two, у нас четыре слова. Если вы напишите 102 цифрой, то это считается за одно слово. Сокращение. Cannot, can't, isn't и так далее, считается за одно слово. Что еще у нас при подсчете цифр, при подсчете объема слов? Важно. Итак, все слова с первого до последнего считаются. Сложные слова, например, good-looking, well-bred, English-speaking считается как одно слово. И сокращение, например, USA, TV тоже считается за одно слово. Но давайте все-таки вернемся. По поводу плагиата и по поводу грамматических ошибок. Коллеги, вот давайте про пособие сейчас поговорим. Я вам тоже посоветую. По поводу плагиата. Сейчас введено такое требование. Если ребенок списал какую-то часть текста, больше 10 слов подряд, то есть вот одинаково 10 слов подряд идут из одного текста, явно списанной, и они не оформлены как цитата, то это плагиат. Там уже оценка начинает снижаться за оригинальность. Сокращение в эссе не рекомендуется, пишет Кирсанова Ольга. Ольга, а кто сказал, что сокращение в эссе не рекомендуется? Здесь вопрос стиля. На самом деле в академическом эссе рекомендуют писать с точки зрения academic writing полными словами, но сокращенные формы надо еще раз посмотреть на инструкцию. В инструкции сказано где, в какой именно. Адресы, даты в личном письме считаются. Это примеры стиля. Вот давайте посмотрим все-таки тогда, вернемся, пока вы пишете. В письме сокращать можно. Давайте посмотрим на знакомство с задачей. Как же мы знакомимся? У нас есть вопросы. Первое. Какой тип эссе требуется? Например, foreign against или opinion? Здесь у нас опора содержится в самой формулировке объяснения. Какая задача стоит? Что нам надо сделать? State your opinion – это одна задача. Выразить личную точку зрения, подтвердить правоту. Привести аргументы. Безличные. Это foreign against эссе. Убедить читателя. Может быть задача, но в ЕГЭ такая, как правило, не встречается. Кто адресат текста? Как правило, дети об этом не задумываются, но это как раз решение проблемы стиля. Адресат текста – это экзаменатор. То есть ему сильно лично, как личное письмо, эссе писать, конечно, не нужно и действительно не рекомендуется. Это не дружеский совершенно текст. Это стиль нейтральный, от нейтрального до ближе к формальному. Правда? И, соответственно, исходя из адресата, мы уже выбираем нужный стиль. Формальный, нейтральный, либо неофициальный. Посмотрите на примеры из учебника happyenglish.ru для 10 класса. Это учебники переработанные. Я вам сейчас покажу. Передо мной они на полке стоят. Учебник happyenglish.ru для 10 класса переработан в соответствии с требованиями принятого недавно стандарта для старшей школы. И у него есть вот такой уголок, в этом уголке, где написано «Федеральный государственный образовательный стандарт». В этот учебник внесена рубрика exam know-how. То есть как раз объясняется работа с каждой частью экзамена подготовки. И переработан учебник для 11 класса подобным образом. Там совершенно новые материалы exam know-how. Очень подробная работа с каждой частью экзамена. Но если здесь в 10 классе авторы идут по частям, например, в одном юнити говорят, как готовить скаудирование, в другом юнити как писать личное письмо, как писать развернутое письменное высказывание, то в 11 классе уже комплексно еще раз повторяют и смотрят на разные детальные и тонкости написания и эссе, например, и в то же время и чтение, и аудирование, и прочее. Посмотрите, как здесь нам авторы помогают. Как понять суть вопроса? То есть одна и та же тема может быть сформулирована совсем по-разному. Вот перед вами на экране примеры. Но эти все вопросы означают абсолютно один и тот же тип задания и объясняют, например, какие бывают распространенные ошибки. Отход от темы, подмен одной темы другой и так далее. А после этого авторы дают примеры. Вот пример из happyenglish.ru для 10 класса, рубрика «Exam Know How». Как раз объясняют, как писать эссе с элементами рассуждения и чем этот тип работы отличается от for and against essay. У нас есть подобные объяснения и в учебниках Enjoy English. В 10 классе в Learning Strategies детям подробно объясняется, как написать an opinion essay. Дается не только структура того, что там должно обязательно входить, но и что будет оцениваться и каким образом. В Learning Strategies это объясняется кратко, а в самих упражнениях и в Learning Strategies даются ссылки на упражнения. В самих упражнениях в учебнике и в рабочих тетрадях, в том числе и в рабочей тетради номер 2 контрольной работы, очень подробно разбирается на практике с большим количеством упражнений и примеров. А вот похожий пример из учебника New Learning English для 10 класса. Обратите, кстати, внимание, коллеги, если вы работаете по New Learning English, то сейчас выходят переработанные под новый стандарт, прошедшие экспертизу и соответствующие в госучебнике New Learning English для 10 и 11 классов, где добавлена рубрика «Get ready for the state exam», где также, помимо того, что в тексте учебников есть информация, еще раз сводится информация и даются тренировочные задания для подготовки именно к ЕГЭ. Как мы можем собирать информацию? Можем собирать следующим образом. Нам, как я уже говорил, мы можем провести брейнстон. Когда дети выдают любые идеи, которые им только придут в голову, мы эти идеи записываем. Можем провести опрос. Кто что думает, то есть помогаем детям сформулировать свое мнение или кто что знает. Мы можем воспользоваться информацией из текста или целого ряда текстов. Тут может быть и джикс, и что угодно. Вообще письменная речь, как любой продуктивный вид речи, она не является вещью в себе, она обязательно интегрирована с другими видами речевой деятельности, и с чтением, и с говорением. То есть процесс очень многофункциональный и мультимодальный, как сейчас принято говорить, подготовки к написанию любого произведения письменной речи. Мы можем брать информацию из аудиозаписи, из видеоролики, из интернет-источника и так далее. С этой точки зрения хотел бы обратить ваше внимание на то, что не только в УМК содержится много информации, но у нас к каждому учебнику есть еще и по урочной каталоге дополнительных бесплатных интернет-ресурсов, включая видеоресурсы и для старшей школы. То есть со 2 по 11 класс к каждому уроку есть огромное количество бесплатных ресурсов, которые можете найти на форуме englishtrechers.ru. Когда речь идет, вот я просто комментировать то, что успеваю, говорили про изменения в учебниках Бибалетовой, в учебниках курса Enjoy English, вы можете посмотреть видеозапись вебинара, который проводил Мирем Забад на 27 марта, там как раз идет речь об изменениях. Давайте посмотрим на примеры того, как мы можем помочь детям информацию и собрать, и организовать. Посмотрите, пожалуйста, пример из учебника Enjoy English для 10 класса, из УМК, точнее, рабочая тетрадь номер 1. Мы учим детей собирать информацию и логически ее организовывать. Посмотрите, пожалуйста, сначала мы об этом поговорили, поработали с лексикой, а потом у нас идет аудирование, и мы из аудирования информацию собираем и распределяем в таблицу. Это тоже способ графической организации. А вот пример из учебника Enjoy English для 11 класса. Посмотрите, что мы делаем. Опять же, мы слушаем аудиозапись, выбираем аргументы за, против, нейтральные, и так далее. Затем упражнение 129. Мы формулируем собственное мнение. Say what your opinion is on the following points. То есть мы послушали, как это можно сделать. Формируем на основе примеров и на основе полученной информации свое мнение. Затем work in pairs. Discuss the questions. У нас идут дополнительные вопросы для обсуждения и более точной формулировки мнения. Затем work in groups of three or five. И идет обсуждение и суммирование мнений. То есть это как раз подготовка в том числе и к написанию развернутого высказывания с элементами обсуждения. Вот пример из учебника New Line of English для 11 класса. Посмотрите, пожалуйста. У нас даются опорные вопросы для того, чтобы собрать информацию. Затем мы эту информацию учимся организовывать графически. Посмотрите. И показывать логические связи между ней. Как еще можно организовывать? Как я уже говорил, способы могут быть разные. Это может быть brainstorm map. Это может быть mind map. Это может быть диаграмма в виде дерева. То есть, например, у нас квадратик вверху. От него веточки расходятся вниз. Такая структура древовидная. Точно так же, как, например, генеалогическое древо мы рисуем. Они тоже показывают логические связи прекрасные. Это может быть clustering. Написали слово в левом верхнем углу доски. И вокруг него пишите слова, которые к нему относятся. Или идеи. Написали другую идею вправо в верхнем углу доски. И вокруг нее тоже пишите свои идеи. Что здесь важно отметить? Есть целый ряд исследований, которые показывают, что если есть этап графической организации информации, то конечный продукт получается высокого качества. Если такого этапа нет, то и текст получается не очень высокого качества. При этом те же самые исследования пытались выяснить, а есть ли какие-то более или менее эффективные способы организации информации. И выяснилось, что способ организации информации абсолютно не влияет на конечный результат. Неважно, это brainstorm map или диаграмма дерева, или просто clustering. Главное, чтобы это было. Если это есть, работа будет успешной. Если такого этапа нет, если вы его пропустили, если дети не увидели эти логические связи в графическом воплощении, то работа будет неуспешной, к сожалению, или гораздо менее успешной. Логическая организация. Как можно организовывать аргументы? Ведь вспомните, у нас в одном абзаце 2-3 аргумента, приводится в другом 1-2, но и 3 тоже провести, конечно, можно. По важности. Например, начать с наиболее важных аргументов и идти к наименее важным. Или наоборот, потому что запоминается гораздо больше самый последний аргумент. Начать с менее важных и постепенно важность увеличивать. В хронологическом порядке, если мы рассказываем о каких-то событиях, сначала произошло то, потом следующее, и потом вот что. Если мы описываем предмет какой-то, то у нас может быть организация пространственная. Например, слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, от краев к центру. Или, например, если мы описываем какую-то квартиру, то в том порядке, как если бы мы экскурсию проводили. Сначала вы входите в холл, видите тот, потом вы входите туда-то, туда-то и туда-то. Вот примеры такой организации. Посмотрите, вот то, что видите на примере из учебника New London English для восьмого класса, это фактически brainstorm map. Но если бы не было вот таких кружочков, это было бы просто clustering. Они здесь очень близки. Правда же? Вот еще примеры организации информации из учебника New London English для десятого класса. У нас дается текст. Задача ставится. И мы показываем, как организовать в логическом порядке. То есть прямо по элементам следующего сочинения. Отбор нужной информации. Как ее можно отбирать? На что стоит обращать внимание? Во-первых, мы учитываем адресата. То есть о чем стоит и о чем не стоит рассказывать. Понятно, что есть определенные аргументы, которые важны были бы для нашего сверстника, но они совершенно не важны для экзаменатора. Правда? Поэтому мы детям, детей учим обращать на это внимание. Примеров полным-полно. Я приводил пример такой работы с личным письмом. Я в качестве, когда у меня по учебнику было задание, например, пресс-конференция, то мы играли таким образом, ролевую игру эту проводили. На пресс-конференции авторы у нас были прописаны, те, кто ее ведет. Но те, кто задают вопросы, это были совершенно разные журналисты. Кто-то был журналистом из журнала для женщин, кто-то был журналистом из военного журнала для мужчин, кто-то был журналистом из журнала «Рыбалка и охота», кто-то был журналистом из журнала «О моде» и так далее. И дети задавали абсолютно разные вопросы. Не так легко приходилось ведущим этой пресс-конференции, потому что им приходилось ответы, опираясь на факты, которые они выучили, получили, узнали. Но им приходилось совершенно по-разному и ответы формулировать. То есть дети очень легко и охотно знакомятся с организатором. Вот кто-то пишет, нам не логика нужна, а знания и умения. Вы знаете, на самом деле, это пишет Борис, логика ничуть не мешает получать знания и умения. Мы здесь организуем уже полученные знания в определенном логическом порядке. А это как раз то самое умение, та самая часть информационной компетенции, которая поможет успешно написать эссе. Если мы не умеем организовывать информацию, то эссе получится не собранным, за организацию получим гораздо более низкую оценку. Какие у нас опорные вопросы могут быть, чтобы помочь детям отобрать нужную информацию и организовать? Следующее. What is the most important argument? What arguments are easy to contradict? И так далее. Посмотрите. Еще у нас примеры логической организации. Это пример из учебника Nina Lennon-Minglish для 10 класса. Уроки называются Sweet Smell of Success. И мы говорим о том, что же является свидетельством успеха. Мы говорим и о внешних вещах каких-то, например, good luck, money, внешние проявления и прочее. Мы говорим о том, что должны быть определенные личные качества, как залог успеха. И как раз объясняем. И после этого у нас идет задание. What do you think is most important for achieving success in life? Explain your point of view. То есть дети учатся объяснять свою точку зрения и объяснять, почему именно так. А Борис опять дальше пишет. Я не против логики. Логика – это отдельный предмет. Мы не учим детей логики на уроке английского языка. Мы учим детей просто организовать информацию в порядке важности и так далее. То есть мы не говорим о том, что у аргумента есть определенная структура, есть предпосылка, есть заключение. Мы просто говорим. Посмотри, что для тебя важнее. То есть простыми понятными словами. И это как раз тот самый метапредметный результат. Вот пример из учебника Nina Lennon-Minglish для 11 класса. Мы говорим про работу. Юнит называется A Job for Life. Но посмотрите, мы говорим опять и о определенных качествах работ. То есть мы детям даем опоры. Мы им фактически подсказываем, о чем поговорить, какую информацию надо собрать. И дети учатся эту информацию и собирать, и выражать. Затем мы пишем первый вариант. То есть мы проанализировали задание. Мы собрали эту информацию. Мы убрали из нее все лишнее. Мы договорились, как мы будем писать, в каком порядке информацию размещать. Вот действительно как раз учим функциональной грамотности. И, наконец, дети пишут первый вариант. Вот здесь роль учителя в чем заключается. Мы консультируем учеников по поводу того, какую грамматические особенности использовать и как использовать лексик. То есть если ребенок спрашивает, а как вот это сказать, мы ему подсказываем. Если ребенок говорит, а вот какой ствол использовать, мы ему здесь можем помочь. Если ребенок говорит, а где у меня образец текста, мы ему говорим, напиши сначала свой, как у тебя получится. То есть мы же уже обсудили после этого. Посмотрите на совет, который дает пособие «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». Многие из вас с этим пособием знакомы. Это пособие написали здесь авторы Костюк и Боголюбова. Оно как раз рассчитано на 2013 год. И к нему прилагается аудиодиск. Это пособие есть и в магазинах, и можно заказать в интернет-магазине. И в нем как раз разъясняется работа по каждой из частей экзамена, по каждому разделу. И посмотрите, например, из пособия «Как избежать типичных ошибок при написании эссе». Дается тренировочное упражнение. На что надо посмотреть до написания эссе, какие нам выделенные слова помогают и так далее. То есть вот эти вот опоры. Дальше мы говорим, что мы делаем в самом эссе, и у нас идут опоры в виде каких-то грамматических моментов и так далее. Вот только после этого начинается анализ примера текста. То есть дети создали свой набросок. Мы даем текст, но еще раз подчеркну, текст дается не в качестве образца для подражания, а как материал для анализа. Например, задание может звучать следующим образом. «Read the essay written by a British student. What do you like about it? What could be improved?» То есть детям мы не говорим, что это идеал, а посмотрите, что здесь можно улучшить. По результатам анализа мы уже выводим ключевые особенности жанра. То есть посмотрите, значит, вот такая должна быть структура. Вот так сказать удачно, а так не очень удачно. И теперь мы просим детей посмотреть на собственный вариант. Посмотреть на его достоинства и недостатки. Здесь очень хорошо работает peer correction, когда мы говорим детям, обменяйтесь вашими работами, посмотрите на работу ваших друзей, чтобы вы улучшили. А что вам очень нравится, поставьте плюсы и минусы. Там, где вас что-то смущает, поставьте вопросительные знаки и так далее. Автор пособия. А, вы спрашиваете про пособия по подготовке к ЕГЭ. Вот это вот, да? Авторы. Е.В. Костюк и Е.В. Боголюбова. Пособие называется «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать?» Если вы зайдете на главную страницу englishteachers.ru, вы увидите ссылку в интернет-магазин. И там вы можете зайти и прочитать аннотацию этого пособия. Посмотрите, может быть, вас оно заинтересует и пригодится. Виктория Евсеева пишет, чтобы что-то рассказать, их нужно сначала научить пересказать текст. Коллеги, вот здесь я бы хотел как раз предостеречь. Это и есть та самая типичная ошибка. Для того, чтобы рассказать, не обязательно уметь текст пересказывать. Для того, чтобы рассказать, нужно, чтобы были идеи, и мы умели формулировать мысли в предложения. Если мы будем текст пересказывать, то, к сожалению, мы не научим писать оригинальное произведение. Мы научим только воспроизводить без конца. Посмотрите, здесь дети написали текст, он будет, как правило, очень далек от идеала. Но это нормальная ситуация. Вот после того, как дети проанализировали свой вариант, нашли его недостатки, теперь они начинают над ним работать. Вот у нас, кстати, такие примеры. В New England English для 10 класса мы детям даем как раз образец эссе вместе со структурой, с его логической, посмотрите, которую написала британская школьница, и мы его как раз и анализируем. То есть этот анализ нам помогает. Вот у нас после текста идут опорные вопросы для анализа. Вот у нас приводятся примеры фраз, которые мы можем использовать, как раз то, как вы говорите, образец, как сказать. Но мы не говорим детям, ты должен думать так. Мы говорим, посмотри, мы сейчас покажем тебе, как ты можешь выразить собственные мысли и так далее. Конечно, все должно быть постепенно, пишет Виктория Сеева. Абсолютно с вами согласен. Вот этим этапом процесса можно учить детей с самой начальной школы. Только, конечно, не на примерах эссе, а просто формулировать свои мысли. Для кого мы что-то скажем, напишем и так далее. Посмотрите, вот эта самая структура объясняется еще раз в учебнике New England English для 10 класса. Опять же, general statements of problem. Каким образом и какую лексику мы можем использовать для того, чтобы сформулировать проблему в введении. Points for. Как мы можем сформулировать, ввести, вот эти вот LinkedIn words использовать для того, чтобы привести аргументы за. Points against. И это можно и в Тиннэссе использовать. И какие фразы помогут нам символизировать конклужен. Обратите, кстати, внимание, иногда задают вопрос, как в ЕГЭ выделять абзацы. Нужно ли с красной строки начинать, нужно ли черту между ними, вернее, оставлять пустую строчку и так далее. Коллеги, любым удобным для вас способом. Лишь бы этот абзац был виден визуально. То есть, если детям удобно с красной строки начинать, пусть начинают с красной строки. Если они не хотят писать с красной строки, пусть они строчку пропустят. Лишь бы было выделение на абзаце видно эксперту с первого взгляда. А вот посмотрите пример из учебника hopenglish.ru для 10 класса. Задание звучит следующим образом. Прочитайте образец эссе. Назовите его основные достоинства и недостатки. Исправьте эти недостатки. После этого прочитайте эссе и проанализируйте его на соответствие теме. То есть, авторы помогают детям понять, какие же могут быть недостатки в эссе. Например, не полностью теме соответствует. Есть лишняя информация. Не хватает информации о чем-то. Не хватает аргументов и так далее. То есть, авторы здесь вообще словно берут детей за руку и проводят их через все этапы. В начальной школе мелкая моторика плохо развита. Дети одно упражнение могут весь урок делать. Это верно. Есть такая проблема у детей. Но мы не просим детей в начальной школе написать целое эссе. Правда? Пусть они обговорят. Пусть они проговорят вслух то, что можно. Научиться идею сформулировать. Хотя бы на уровне фразы, либо короткого высказывания. А записать можно какие-то отдельные моменты. Дети действительно писать не очень любят. Но потихонечку можно их к этому приучать. Начиная переходить от раскрашивания и так далее. В журнале «Английский язык в школе» в первом номере за 2013 год вышла замечательная статья. Преподавательница из Волгограда, учительница. Она как раз диссертацию кандидатскую защитила по обучению письменной речи в начальной школе. И она как раз показывает замечательные примеры того, как можно детей учить писать в начальных классах, в том числе и графики, и орфографии, и каллиграфии, и так далее, с помощью простых, но очень увлекательных приемов. Вот дальше продолжаем пример из учебника happyenglish.ru для 10 класса. Прочитайте выдержку из эссе и проанализируйте с точки зрения уместности использования выделенных фрагментов. То есть нужна эта информация или эта информация лишняя. Как мы корректируем текст, который получился уже у детей? Мы привлекаем внимание учеников к особенностям жанра. Показываем их либо на примерах текста эссе, либо на примерах наброска ученика, либо всего вместе. Учащиеся отмечают недострадки своих текстов и намечают способы исправления. То есть и лексику, и грамматику исправлять, так и структуру, и аргументацию текста. И в качестве задания дети уже пишут, мы говорим дома, напишите итоговое сочинение. А вот теперь давайте немножко пройдемся по оцениванию. Потому что когда дети понимают, каким образом их работа будет оцениваться, то это становится критериями, которые они будут учитывать. Я для вас привел пример критериев оценения эссе, критериев оценения задания, точнее, С2, который дается в ЕГЭ, как используется. И давайте мы с вами пройдемся по этапам, по конкретным критериям. Потому что звучали вопросы сегодня, что нам нужно, что нам не нужно и так далее. Кто-то пишет, что на модели жалко тратить время. Я полагаю, это начальная школа, грамматические модели у Бибалетовой. Но не будем сейчас отвлекаться на них, просто скажу, что модели являются для детей опорой. Дети еще по-русски на родном языке не изучали таких особенностей синтаксических. Например, они не всегда ориентируются в том, что такое прямое дополнение или косвенное и так далее. Для того, чтобы ребенку правильно составить предложение в present simple, например, с глаголом to be, утвердительное, мы же ему как говорим обычно во втором классе? На первом месте у нас подлежащее. В роли подлежащего может выступать имя существительное или местоимение. На втором месте у нас глагол связка, да, в нужной форме глагола to be, а потом идет прямое дополнение. Мы даже детям пока еще не говорим про то, что у нас бывает сложно составное сказуемое. Ребенку это пока во втором классе трудно. А если мы ему скажем, что на первом месте у нас действующее лицо, его обозначает квадратик незаштрихованный, а действующее лицо это может быть и дождик, и медвежонок, и я, и они, и вы, и так далее. Потом у нас идет треугольничек, это глагол, а заштрихованный квадратик это объект, на который действие направлено. То есть, про кого мы сейчас говорим, то здесь детям становится легче, конечно. Итак, давайте мы с вами вернемся к критериям оценки выполнения задания. За что мы можем получить оценку? Во-первых, это решение коммуникативной задачи. Если коммуникативная задача не решена, то есть оценится на 0 баллов, то 0 баллов ставится за всю письменную работу. Давайте посмотрим на высший балл, что он означает. Цитирую для вас. Задание выполнено полностью. Содержание отражает все аспекты, указанные в задании, то есть каждый пункт плана раскрыт. Написано 2-3 аргумента, мы 2-3 аргумента дали. Написано 1-2 аргумента, 1-2 аргумента дали. Написано в содержании, что нужно объяснить проблему, мы ее объясняем во введении. Написано, что у нас заключение подвести итоги, мы их подводим. Стилевое оформление речи выбрано правильно, соблюдается нейтральный стиль. Вот с этой точки зрения как раз вполне соглашусь с тем, что сокращения использовать все-таки нежелательно. Но если они есть, то оценятся они как отдельное слово. Я рассказываю вам вот эти вещи, еще основываясь на своем опыте председателя комиссии по ЕГЭ по английскому языку Тамбовской области, и рассказываю еще и основываясь на своем опыте эксперта по ЕГЭ. Это высший балл коммуникативной задачи. Если задание выполнено, но не полностью, это значит, что некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью. То есть, например, вместо 2-3 аргументов дан только один. Или какие-то еще проблемы существуют. Следующий критерий ниже 2 баллов, я думаю, не стоит нам спускаться. Это можно посмотреть отдельно. Организация текста. Высший балл, 3 балла, за что можем получить. Высказание логично. Структура текста соответствует предложенному плану. Средства логической связи использованы правильно. Текст разделен на абзацы. То есть, посмотрите, план у нас дается, и если написано вот в таком-то абзаце вот это мнение, а в таком-то абзаце аргументы против, то давайте мы будем стараться соответствовать предложенному плану. Иначе за организацию могут снизить оценку, хотя за решение коммуникативной задачи оценка может быть высокая. Средства логической связи использованы правильно. То есть, как мы не говорим о том, что логика детям не очень нужна, логический текст должен быть организован, да еще это должно быть показано. Например, first, next, also, more importantly, no less important и так далее. Это вся лексика используется. Высказание логично. Что такое логично? Приводятся аргументы в том количестве, которое у нас задано. И текст разделен на абзацы, про разделение мы уже поговорили. Должно быть на бумаге видно, что у нас абзацы отдельные. С красной ли строки начинают или строчку пропускают, это совершенно не принципиально. Любой способ будет принят. Лексика. За что можно получить максимальное количество баллов? Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной задаче. Практически нет нарушений в использовании лексики. То есть ошибок лексических нету, и словарный запас достаточно широкий. То есть дети не пишут везде nice, а заменяют какими-то синонимами. Например, вместо того, чтобы сказать про человека he is nice, можно сказать he is a good friend, he is generous, he is helpful и так далее. Какие могут быть ошибки? Два балла за лексику можно получить, если используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов. Две-три ошибки. Либо словарный запас ограничен, но ошибок нет, лексика использована правильно. Подобная ситуация и с грамматикой. Высший балл можно получить, три балла, за то, что используется грамматическая структура в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Практически отсутствуют ошибки, допускаются одна-две негрубых ошибки. А два балла, если грамматические ошибки не затрудняют понимание текста не более четырех. Один вопрос, что такое негрубые ошибки? Как понять, ошибка грубая или негрубая? Здесь достаточно просто. Если ошибка позволяет понять, что человек имел в виду, не искажает значение, она негрубая. Если она искажает значение, не позволяет понять, что имелось в виду в этом предложении, она грубая. Орфография и пунктуация. Высший балл можно получить только два балла, то есть не три балла. И какие критерии? Два балла, если орфографические ошибки практически отсутствуют, а текст разделен на предложение с правильным пунктуационным оформлением. Что касается пунктуации? Запятые не оцениваются. Оценивается, в конце предложения стоит точка, восклицательный, либо вопросительный знак. Предложение написано с заглавной буквы. Все в соответствии с правилами. Если ребенок не выделил какой-то оборот запятыми, никто за эту оценку снижать не будет. Этого требования нет. Один балл можно получить за орфографию и пунктуацию, если имеется ряд орфографических или и пунктуационных ошибок, в том числе те, которые незначительно затрудняют понимание текста, не более четырех. Что такое незначительно? Ребенок написал, например, какое-то слово, но не совсем понятно, что он писал. Bet, bot, bet или bit. То есть вот это вот ошибка, которая затрудняет понимание. Вот эти, в общем-то, основные критерии. Светлана Анатольевна Попова спрашивает, почему запятые не оцениваются? Запятые не оцениваются, потому что правила нечеткие в английском языке, они размыты, единого свода правил нет. По поводу этих запятых, и поэтому невозможно выработать исчерпывающиеся правила. Более того, вряд ли каждому ребенку нужно уметь запятые ставить в английском тексте. Вы знаете, сами англичане смеются, они говорят, вот как ставят знаки припинания в книге. Наборщик, когда начинает текст набирать, он задерживает дыхание в начале предложения. Когда ему начинает хотеться вздохнуть, он ставит запятую, а когда он не может дыхание больше задерживать, ставит точку. То есть, даже сами англичане смеются над тем, каким образом запятые ставятся. Тире и двоеточие. Тире и двоеточие тоже не оцениваются. То есть, если ребенок поставил молодец, если он не поставил или поставил неправильно, никто оценку за это снижать не будет. Уважаемые коллеги, какие у вас теперь есть вопросы? Я постараюсь на вопросы ответить. То есть, в принципе, подводя итоги, что я попытался в нашем сегодняшнем вебинаре рассказать? Я представил, особенно для тех, кто только смог подключиться. Видеозапись мы выложим. Что я попытался за время нашего вебинара рассказать? Я попытался показать три основных подхода, которые во всем мире сейчас используются в обучении письменной речи. Я постарался показать сильные и слабые стороны каждого из подходов, потому что везде есть плюсы и минусы. Мы посмотрели на типичные проблемы, которые возникают в обучении письменной речи у учеников. Мы посмотрели на то, какие проблемы уходят корнями в какие-то подходы. Например, неоригинальность текста, шаблонность неумения откликнуться на коммуникативную задачу. Это проблема, которая порождается использованием Product Based Approach. Оригинальность текста, но при этом неумение написать по нужному формату, это проблема, которая порождается в Process Oriented Approach. И мы посмотрели на то, как этот подход можно доработать, и какие средства заложены в ОМК уже для того, чтобы можно было в рамках этого подхода учить писать эссе. И мы поговорили про критерия оценения ЕГЭ. Ошибка в предлогах – это лексика или грамматика. Коллеги, предлоги – это грамматическая ошибка, поскольку это все относится к сфере грамматики. Вопрос о пособиях к написанию письменных заданий ЕГЭ, кроме пособия Костюк и других. Уважаемые коллеги, пособий существует сейчас множество. Если раньше Федеральный институт педагогических измерений МОК имел право, у них была своя экспертная комиссия, и они могли ставить гриф, например, рекомендованный или допущенный ФИПИ, сейчас такой комиссии уже больше трех лет как не существует. Поэтому, что я вам посоветовал бы, если вы выбираете пособие, для того, чтобы быть уверенными, что пособие соответствует формату ЕГЭ, что оно соответствует уровню сложности ЕГЭ, опирайтесь на пособие известных авторов. То есть берите пособие тех издательств и авторов, которым вы доверяете. Что еще, какие вопросы? Важна постепенность, то какие бы вид деятельностных уроков в начальной школе рекомендовали, с учетом того, что дети через 10 лет будут должны писать хорошее эссе? Спрашивает Ирина Шатрова. Уважаемый коллег, я посоветовал бы поступать следующим образом. В начальной школе учить детей развивать информационную компетенцию. Кстати, то же самое, что требует от нас ВКОС, стандарт новый. Информационную компетенцию, то есть какую информацию собрать, как научить информацию эту выделить важное, отделить от неважного. То есть вот такие вот виды деятельности, которые лежат в основе умения, развивать умения. Не собираетесь ли вы приехать в Амурскую область? Коллеги, пока я в Амурскую область до конца этого года не планирую приехать, у меня ближайшая поездка в Оренбург будет. В Оренбурге у меня будет семинар 17 и 18 апреля. Поэтому, если есть коллеги из Оренбургской области, можете приходить. График семинаров на апрель. Мы переработали главную страницу портала EnglishTeachers.ru и график семинаров на апрель вы теперь можете найти в рубрике «Анонсы», там же, где график вебинаров. Скажите, пожалуйста, в 2020 году ЕГЭ по английскому обязательно? Спрашивает Анастасия Качан. Да, по новому стандарту с 2020 года ЕГЭ по иностранным языкам становится обязательным для всех учеников. Ряд регионов, к сожалению, начинает проводить эксперимент. И в качестве эксперимента планирует ЕГЭ сделать обязательным раньше. С точки зрения подготовки, я думаю, что это не самое разумное, не самое хорошее решение, потому что, конечно, готовить надо детей к этому. Что вы можете сказать о мнемотехнике? Спрашивает Борис. Прошу прощения, что без отчества? И так далее. Мнемотехника – вещь замечательная. У каждого есть свои приемы, каждый по-своему запоминает. Кто-то ищет какие-то созвучия, кто-то ассоциирует с картинками и так далее. Если у вас находится с силой время использовать мнемотехнику, и это блестящая вещь, она очень-очень помогает. Один из способов, например, запомнить список слов – это представить какую-то картинку, в которой все эти слова находятся в качестве предметов. Чем картинка абсурднее и смешнее, тем она легче запоминается. Какие регионы будут пилотными по сдаче ЕГЭ как обязательной? Спрашивает Татьяна Анциферова. Уважаемый коллега, у меня такой информации, к сожалению, нет, потому что это решение конкретных органов управления образования. А в 2020 году обязательно ГИА тоже? Нет. ГИА остается экзаменом по выбору. То есть, если дети выбирают итоговую аттестацию в 9 классе, это будет формат ГИА. Если дети не выбирают итоговую аттестацию по иностранным языкам, то ГИА сдавать не придется. Кстати, обратите внимание, хотел вам показать книгу. Она с этой стороны. Есть вот такое вот пособие. «Правтику по английскому языку ГИА-2013». Эту книгу авторы ее Наталья Николаевна Трубанева и Елена Евгеньевна Бабушес. Наталья Николаевна Трубанева является руководителем команды разработчиков контрольно-измерительных материалов по ГИА. А Елена Евгеньевна Бабушес является не только соавтором курса Наталья Николаевна Трубанева, но и одним из разработчиков контрольно-измерительных материалов. Это вот к вопросу о том, что, когда мы выбираем какое-то пособие, сейчас только репутация авторов и издательства может служить показателем качества. «Что еще? Книги в продаже?» – спрашивает Виктория Хохлова. «Да, коллеги книги в продаже. Если у вас их нет в магазинах, вы их можете заказать через интернет-магазин, через главную страницу портала EnglishTeachers.ru». Пособие по ГИА точно также содержит в себе. Включает к нему уже приложен компакт-диск с записью. И, может быть, вас заинтересует вот такое пособие для старшеклассников. Оно называется «Грамматика английского языка для школьников, поступающих в вузы. Теория и практика». Автор этого пособия – Галина Михайловна Фролова. Галина Михайловна является заведующим кафедрой в Лингвистическом университете. И здесь очень подробно разбираются вопросы и теоретические объяснения, очень понятные. И затем во второй части идут упражнения. Упражнения в форматах. Здесь есть и multiple choice, и более удобные форматы, и вопросы, и анализ текста и так далее. То есть и довольно нам понятные стандартные примеры отработки, и те, которые пригодятся для итоговой аттестации в том числе. А не с диском. Пособия по ГЕ и ЕГЭ с диском. Будут ли электронные версии учебников с пометкой «ВГОС»? Спрашивает Анна Чурилова. Уважаемые коллеги, издательство «Титул» работает над созданием таких электронных версий. Работа идёт. Я думаю, что как только будут приняты критерии официальные о том, каким же должен быть такой учебник, мы будем готовы такие выпустить. Как называется книга? Если вы спрашиваете про книгу по грамматике, то это называется «Грамматика английского языка для школьников и поступающих в ВУЗы. Теория и практика». Пособие новейшее. 2013 год. Вышло буквально полмесяца назад. «Где можно найти программный обеспечник к учебнику Кауфман для второго класса?» Спрашивает Ольга Климонова. Уважаемая Ольга, интерактивные плакаты вы можете купить через интернет-магазин, причём есть электронная доставка. То есть вам не надо ждать диск по почте, вы просто скачиваете установочный файл, и вам приходит код активации. Для четвёртого класса Кауфман вы уже можете купить диски. Для второго класса обучающая программа готовится выйти. «Светлана Александровна спрашивает Балабану, что вы думаете о учебнике Spotlight по обучению чтению в начальной школе?» «Светлана Александровна, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, я этот учебник не изучал. А говорить о том, в чём не разбираешься, что не изучал, было бы некомпетентно, прочее. Первый раз на вашем вебинаре огромное спасибо. Большое спасибо, коллеги. Есть ли электронные версии пособий, о которых вы говорите? Легальных версий нет. «Уважаемые коллеги, я вам даю ссылку для скачивания сертификата за участие в вебинаре. Я прошу вас эту ссылку скачать, пройти, кликнуть по ней, скачать сертификат. Я её несколько раз повторю, поскольку она уходит вверх. А я почитаю, пожалуй, ещё вопросы и постараюсь на них ответить то, что я упустил. Так, большое спасибо за полезный материал, как всегда, содержательно. Коллеги, я презентацию выложу сегодня вечером, вы сможете её скачать. Какие у нас были ещё вопросы, что я ещё пропустил? Спасибо за ответ про начальную школу. Это всякий ranking categorizing. Да, это тоже может в начальной школе пригодиться. Расписать по категориям и так далее. Анна Чурила, ждём в Тамбове снова, очень понравилось. Коллеги, Тамбов мой родной город. Именно там я и был представителем комиссии по ЕГЭ, преподавал 7 лет на ИНЯЗе. Так что буду стараться приезжать. А вы за? Обязательный экзамен в принципе. Вы знаете, если лично моё мнение, то на мой взгляд, я не очень хорошо отношусь к идее обязательного экзамена по английскому языку для всех, кто этот английский язык в школе изучает. Потому что всё-таки это предмет, который полезен безусловно, но мотивировать на его изучение хотелось бы какими-то другими методами. Если ребёнок не планирует связывать жизнь с иностранным языком, то, может быть, не стоило бы его привлекать к обязательному экзамену. Поэтому вот моё личное мнение, но это именно личное мнение, на мой взгляд, ЕГЭ было бы неплохо оставить всё-таки экзаменом не для, по иностранным языкам, экзаменом по выбору. Другое дело, что, конечно, в качестве обязательного экзамен по ЕГЭ должен перерабатываться и упрощаться. Должен быть уровень базовый, и так и обещают, что это будет. И только для тех, кто хочет поступать на языковые вузы, должен быть уровень повышенный или высокий, как он будет называться, вернее, будет называться профильный уровень. Спрашивают, Алексей, вы любите писать эссе? Вы знаете, я написал в своё время немало эссе, в том числе и когда учился в Британском университете и в Америке. Я вообще люблю писать в том числе и художественные произведения на английском языке. Вы можете зайти на englishteachers.ru в раздел «Блоги», можете прочитать в моём блоге. Я там разместил несколько произведений коротких, которые я писал, когда учился в США на курсе Creative Writing. Что ещё? Про ЕГЭ согласна. Про сертификат вебинара был вопрос насчёт печати. Дело в том, что печать на электронные документы не ставится, она является недействительной. Если вам очень нужна печать для какой-то аттестации, ещё для чего-то, мы можем вам выслать печатный вариант сертификата. Но у нас займёт это определённое время, потому что мы сейчас принимаем заявки на последующие вебинары. Все вот эти вот дни, к сожалению, дело в том, что заявок пришло, например, у нас на утренний вебинар, который сейчас проходит, более 600. А вы видите, у нас с вами присутствует 220 с лишним человек, то есть в два раза меньше, более чем в два раза, ну, практически половина от заявленных. Дело в том, что мы принимаем все эти заявки, это занимает очень много времени, иногда приходит по 3-4 заявки в минуту. Это всё надо обрабатывать, поэтому сертификат мы вам выслать сможем, но не раньше, чем в мае, когда руки будут немножко посвободнее. Можно ещё раз фамилию автора учебника по грамматике? Фролова Галина Михайловна. Вот так это выглядит, вы можете пройти по ссылке, прочитать про это пособие в интернет-магазине издательства. Пожалуйста, дайте ссылку, где будет выложен сегодняшний вебинар. Уважаемые коллеги, вы можете зайти на englishteachers.ru и в разделе «Издательство, титул, вопросы и ответы» там есть подраздел «Семинары и вебинары». И там находится тема презентации с вебинаров. Я готовлю к рассылке, наверное, на следующей неделе отправим очередное новостное письмо по форуму о том, что нового появилось и так далее. Я обязательно дам ссылку на видеозаписи вебинаров и на ссылку на скачивание информации. По ссылке «Переходить когда?» Коллеги, по ссылке вы можете, я вам советую, открыть в новом окне, что сделать, чтобы получить печатный сертификат. Напишите на адрес connectenglishteachers.ru, на который вы регистрировались на вебинар. Напишите, пожалуйста, мы вам постараемся, но не раньше мая, по почте выслать. Как вы считаете, реально ли учащимся с трехчасовой нагрузкой достигнуть требуемых результатов? Базового уровня реально, поскольку это все основывается на требованиях программы. А вот насчет высокого уровня, наверное, здесь много будет зависеть и от учителя в том числе. Мадина пишет, у меня не получается открыть ссылку. Уважаемые коллеги, вы можете сделать вот что. Кликните на ссылку правой кнопкой. У вас появляется «Открыть в новом окне» и нажимаете на нее. Вы сможете пройти. Если не получается скачать сертификат, напишите на connectenglishteachers.ru. В электронном виде мы вам сертификаты вышли. То есть не переживайте, обязательно получите. Марина Ермолаева спрашивает, будут ли вебинары в мае. Уважаемые коллеги, вебинары в мае будут. Я думаю, что они будут уже после окончания майских праздников. Только напишите нам, пожалуйста, какие темы вам были бы наиболее интересны, о чем вы хотели бы узнать. В апреле у нас будет вебинар еще 19 апреля. Евгения Владимировна Костюк. Как раз в том числе и автор пособия по ЕГЭ, и один из авторов курса МИЛИ, и Евгения Владимировна, является заведующим кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Евгений Владимировна будет рассказывать о формировании универсальных учебных действий в начальной школе. Как вписать имя? Вручную можете просто вписать от себя. Про говорение хотелось бы. У нас был интересный вебинар про обучение говорению. Его проводила Людмила Геннадьевна Карпова. Можете посмотреть видеозапись. Но думаю, что еще раз проведем. Прошлый вебинар так некрасиво закончился. К сожалению, в прошлом вебинаре, я просто поясню для тех, кто не присутствовал, в прошлом вебинаре из-за провайдера, который предоставляет нам услугу по организации вебинаров, у них произошел технический сбой, и как раз когда Мирем Забатовна Бибалетова отвечала на вопросы, у нас отключилась сама система вся, выключилась. Нам ответили, что восстановить они ее быстро не могут, поэтому мы приняли решение всем, кто зарегистрировался на вебинар, разослать сертификаты. Мирем Забатовна ответила на вопросы для тех, кто смог дослушать. Так что без сертификатов никто не остался. Как быть с апострофом в бланках ЕГЭ? Спрашивает Светлана Александровна. Светлана Александровна, насколько я помню, апостроф ставится в отдельном квадратике, когда мы пишем, но знаете, я здесь могу ошибаться, поэтому я думаю, что мы проконсультируемся с экспертами. Будет ли говорение в этом году на ЕГЭ? Спрашивает Светлана. Насколько я знаю, говорения в этом году на ЕГЭ не будет. Не зря демоверсия уже утверждена. Идут разговоры пока и обсуждения о том, как вернуть говорение и когда вернуть. Я знаю, что в ряде регионов проходил пробный экзамен, тренировались сдавать говорение осенью, но в этом году говорения мы не ждем. Что еще у нас есть? Вебинар по преподаванию английского языка в начальной школе. Ну вот как раз то, о чем будет говорить Евгения Владимировна, ее будет интересно послушать. Если вам нужен общий вебинар об особенностях, о методических подходах в начальной школе, чем они отличаются, можно об этом поговорить, конечно, тоже. На геоговорение, если вы имеете в виду говорение, на геоговорение есть, оно никуда не девалось. Насчет времени на ЕГЭ. Время, как его в прошлом году немножко увеличили, так оно и остается пока. На геоговорение есть, естественно. Можете посмотреть. Что еще вам полезного сказать? Есть еще полезный момент. Вы можете сделать следующее. На сайте ФИПИ, это Федеральный институт педагогических измерений, я дам вам ссылку сейчас. Но он так и пишется. fipi.ru fipi.ru На сайте ФИПИ вы можете найти не только демо-версию экзамена, но вы можете найти очень хорошее пособие. Это в разделе «Материалы для председателей и членов экспертных комиссий». Замечательное пособие можете найти, где объясняются, как оценивать эссе, как оценить письменные работы, на что обращать внимание. И есть очень много образцов и личных писем, и эссе. Задание Ц2 поправлюсь. С объяснением подробным, какие оценки поставлены, за что поставлены. То есть вы можете оттуда эти материалы брать. Уважаемые коллеги, я советую вам в открытом доступе не оставлять ваши адреса электронной почты сейчас, потому что мы будем выкладывать видеозапись вебинара, и эти адреса сможет прочитать кто угодно и завалить вас спамом. Напишите на connectenglish-teachers.ru Ну что ж, мы заканчиваем вебинар этот. Вечером я его еще раз буду повторять. Я презентацию немножко дополню, потому что пришло несколько идей в голову, и ответы на ваши вопросы я туда на некоторые включу. И вечером я постараюсь презентацию для вас выложить в свободном доступе. Вы ее сможете скачать. Видеозапись вебинара мы тоже для вас отправим. То есть тоже выложим для онлайн-просмотра. Большое вам спасибо. Я желаю вам хорошего дня, а те, кто находится далеко, на Дальнем Востоке, я вам желаю хорошего вечера. Я не раз бывал в Хабаровске и Владивостоке. Это чудесные города и замечательные люди. Хотя мне на самом деле везет, куда бы я ни приезжал на семинар, я всегда и везде встречаю великолепных людей и великолепных учителей. Ну что ж, большое спасибо. На этом мы нашу работу завершаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok